Искусство вышивки В разные эпохи вышивка становилась неотъемлемым атрибутом одежды. Ей украшали верхнюю одежду, головные уборы, аксессуары и различные предметы быта. В наши дни искусство вышло на новый уровень. Это подтверждает работы современных рукодельниц, больше похожие не на вышивку, а на произведения искусств. Техника декоративные шовчики. Это вид вышивки и примечательный тем, что в нем используется большое количество швов и стежков. В качестве основы для вышивания они редко используют ткань равномерного переплетения. В качестве ниток используется обычная мулине. Вышивка может интересно смотреться на кошельках, косметичках, шкатулках и других вещах. Вышивка лонгстич. Это разновидность счетной глади. От привычной художественной глади она отличается тем, что стежки плотно укладываются друг к другу без наложения. Вышивка ведется длинными стежками вертикально или горизонтально. В технике лонгстич вышивают небольшие картины. Некоторые размеры готовых работ настолько малы, что скорее предполагают прикладное оформление в виде магнитов или брошек. По-прежнему модно и актуально остается китайская вышивка или художественная гладь. Неотъявляемая часть культуры Поднебесной китайская вышивка насчитывает несколько школ. Су, шу, сянь, юэ и мяу. У каждой школы свои особенности выполнения техники, но их всех объединяет двухсторонний принцип. С изнанки вышитое изделие выглядит так же хорошо, как и с внешней стороны. Благодаря этому одежда, выполненная в этой технике, может носиться и наизнанку. Объемная вышивка плетения иглой. Поверхностный тип вышивки с использованием навивания нити на иглу в процессе вышивки. Позволяет создавать на полотне объемные эффектные аппликации из цветов, листьев, ягод и тому подобное. Используется в декорировании одежды и предметов интерьера. Вышивка шнуром. Простая, в исполнении, в то же время эффектная. Освоив технику вышивания шнуром, можно создавать свои шедевры. Это могут быть предметы интерьера, особенно это касается диванных подушек, аксессуаров и, конечно же, одежды. Вышивкой шнуром можно украсить костюм, пальто, платье, как нарядные, так и повседневные. Те, кто думает, что вышивка – это занятие для бабушек, глубоко ошибаются. Достаточно взглянуть на работы современных мастеров вышивки, в которых зачастую сочетается несколько перечисленных выше техник. Их умения и фантазия сделали их известными не только в кругу вышивальщиц. Три жбур – мастерица из Южной Африки, образец для подражания для многих рукодельниц. Работы три жбур выглядят живыми. Глядя на вышитую птичку, кажется, что она сейчас спорхнет и улетит. Любой с вышитым цветком, невольно начинаешь чувствовать его аромат. Адам Притчет работает в стиле минимализма. Он делает на одежде ботанические вышивки. Пауков и жуков, созданных Адамом, тяжело отличить от настоящих. Мария Бушина. Она сама шьет детские вещи и украшает их вышивкой. Работы Марии выглядят очень реалистично. Малышам трудно оторвать от них взгляд. Веселые зайчики, красивые птички. С такими узорами детская одежда выглядит стильно и оригинально. Екатерина Марченко. В основе ее вышивок лежит фатин. Екатерина выпустила собственную коллекцию вышитых прозрачных футболок. Узоры, созданные ею, воздушные, легкие и очень реалистичные. Со стороны может показаться, что это не вышивка, а нарисованный узор. Но при ближайшем рассмотрении различаешь аккуратные, тонкие, невесомые стежки. Как вы могли заметить, в основе современных техник вышивки и работ современных вышивальщиц лежит желание вышивать, фантазия и эксперимент. Не бойтесь творить и экспериментировать, и у вас обязательно все получится.